Кто решает, чему учить детей, выясняли в общественной палате Российской Федерации. Педагоги, психологи и представители власти обсудили зоны ответственности семьи и школы за результат образования, а также подвели промежуточные итоги введения федеральных государственных образовательных стандартов. Образование должно давать практические навыки, заявила модератор круглого стола Тина Канделаки. По ее словам, одна из проблем современного образования – это его несоответствие реальным запросам рынка. Педагогу приходится делать вид, что он учит детей, дети делают вид, что они учат предмет. И в целом мы все где-то в глубине души понимаем, что как бы ни учили педагоги, как бы ни учились дети, и каким бы ни был результат на выходе, к сожалению, от уровня образования сегодняшнего ребенка вообще никак не зависит та работа, которую он получит на выходе. По мнению члена общественной палаты Сергея Волкова, с введением ЕГЭ потерян важный элемент образования – его содержание, которое сейчас определяют разработчики тестов. Сергей Волков видит проблемы и в новом стандарте образования. По его мнению, он лишь описывает те навыки и умения, которыми должен обладать выпускник школы. Два сюжета связаны с самыми идеологическими дисциплинами – это история и это литература. Вдруг выяснилось, что государству по-честному, если оно, так сказать, уйдет от логики составителей стандарта и от плача по поводу потраченных на стандарт денег, кого-то взглянет на дело со своей государственной точки зрения, государству не все равно, на каком тексте конкретно я формирую навык, прописанный в стандарте, скажем, умение понимать проблему, поставленную в тексте. Участники дискуссии поговорили о том, кто решает, чему учить детей. По их мнению, школьную программу сегодня определяют те, кто играет на политической арене или профессиональной группы. Учителя, которые используют авторские программы, испытывают тотальное давление со стороны коллег, родителей и государства. Тем временем, социологические исследования показывают, что с каждым годом школьники теряют интерес к знаниям. Некоторые из участников «Круглого стола» представили революционные методы решения этой проблемы. Пора отказываться от классно-урочной системы, пора отказываться от предметного способа передачи знания, пора отказываться от обучения больших групп детей по одним и тем же программам и от сегрегации детей на группы. Ответственность за воспитание детей сегодня ложится на образовательные учреждения. Создание атмосферы, в которой ребенок мог бы полноценно развиваться, должно стать одной из ключевых целей образовательного сообщества, считают участники «Круглого стола». Татьяна Михневич, Мария Ермаченко, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok